На комплексное развитие при Амуре выделят единую субсидию. Новые котельные, школьные стадионы, детские сады, водоснабжение. 18 проектов на 2018 год. Первое финансирование 1 миллиард 200 миллионов рублей свободный получит уже в июле. Освоить деньги предстоит за полгода. По словам Рио-губернатора, именно этот амурский город сегодня является точкой роста, так как там возводят один из крупнейших заводов в мире. Здесь наибольшая сложность – это очень сжатые сроки и, соответственно, очень большое значение мы уделяем качеству подрядчиков, способны ли они те или иные объекты выполнить в срок и соответствующим качествам. Есть график, он ведется по каждому объекту. Всего этих объектов 31. Что-то сдадим в этом году, что-то сдадим в следующем. Окончательные вещи в 2020. Комплексный план развития рассчитан на три года. За это время области необходимо освоить больше 6 миллиардов рублей. Финансирование одобрено для 31 объекта социальной инфраструктуры. Из них 18 в свободном. Если выделенные средства реализовать не получится, их придется вернуть. Добиться повторного финансирования будет сложно. Решение о том, куда направить деньги в первую очередь, было принято в апреле. Тогда Александр Козлов возглавлял при Амуре. Сегодня уже в качестве министра оценил, какая работа проделана. Сегодня новый руководитель региона работает уже с ранее принятыми решениями. Перед ним стоит большая задача. Сегодня мы обсуждали на совещании о том, как эта работа поставлена. Мы видим о том, что здесь ей занимаются. Он находится на контроле личного губернатора. Мы надеемся о том, что все, что будет запланировано, будет выполнено в сроке и качестве. Еще одной темой правительственного совещания стало исполнение майского указа президента, по которому продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет. Глава государства также определил 12 национальных направлений развития. В их числе жилье и городская среда, дороги, наука, здравоохранение, демография. Руководство Минвостокразвития считает, что для ДФО необходимо установить отдельные целевые показатели. По каждому направлению требуются дополнительные финансовые вливания. Ведь сегодня регион в числе отстающих. К примеру, доля аварийного фонда превышает средние показатели по стране более чем в три раза. Продолжительность жизни амурчан при среднероссийском показателе в 72 года почти на 4 меньше. И мы сегодня вместе с губернатором Магаданской области, который назначен председателем рабочей группы, я сопредседатель, вместе с нашими коллегами-губернаторами регионов и их командами, готовим мероприятие, которое мы видим, нужно выполнить до 2024 года, чтобы выполнить те показатели, которые перед нами поставят органы федеральной власти по отраслевым принципам. Кстати, уже в сентябре на президиуме Госсовета, который включен в программу Восточно-экономического форума, власти рассмотрят, как исполняется майский указ президента на Дальнем Востоке. Денис Фериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.